Интернет-телевидение LAT Telecom предлагает два раздела — «Фильмы» и «Эфир». «Эфир» предлагает целый ряд каналов. Их список мы видим справа. Для выбора каналов щелкните по нему один раз левой клавишей мыши. Голубая горизонтальная полоса показывает текущее время передачи. С перемещением курсора на экран появляется ряд меню. В зависимости от скорости интернета можно выбрать качество изображения — пониженное или высокое, если скорость интернета выше 2,5 Мбит в секунду. Для регулировки звука нажимаем сюда левой клавишей мыши и делаем ползунком громче-тише. Мы также можем полностью отключить звук и включить его снова. Для просмотра передачи на полном экране нажимаем эту кнопку. Мы можем снова уменьшить экран, нажав на эту кнопку повторно. В разделе «Абонирование» вы видите, до какой даты оплачена услуга. Ниже доступна удобная и наглядная программа передач. Наводим курсор на передачу и видим время ее начала и продолжительность. С помощью кнопки навигации мы видим дальнейшие передачи. Мы можем одновременно просматривать несколько каналов. Для этого правой клавишей мыши щелкаем на нужный канал и выбираем «Открыть в новом окне». В новом окне также доступны все перечисленные меню. И если скорость интернета позволяет, мы можем открыть еще одно или несколько окон интернет-телевидения. Интернет-телевидение предлагает также фильмы в режиме онлайн. Фильмы расположены в алфавитном порядке по названиям. Каталог фильмов занимает несколько страниц. Выбрав фильм, просто щелкаем по нему мышью. Перед включением фильма мы можем просмотреть его трейлер, прочесть аннотацию, узнать год выпуска, имена режиссера и актеров. Мы можем также прочесть зрительские отзывы о фильме и, сделав выбор, нажать «Просмотр фильма» и произвести оплату. В зависимости от скорости подключения к интернету, мы можем выбрать качество просмотра фильма. И если скорость достаточно, рекомендуем смотреть его на полном экране. В отличие от прямого эфира, мы можем в любой момент сделать паузу и через некоторое время продолжить просмотр. Или промотать пленку куда пожелаем. Если фильм доступен на нескольких языках, выбираем звуковую дорожку в верхнем правом углу. Например, этот фильм можно смотреть на латышском, русском, или английском языке. Возобновить просмотр можно в любой момент с любого эпизода. Для этого щелкаем по разделу «Фильмы», выбираем любой фильм из каталога, переходим в раздел «Мои фильмы» и выбираем нужный список. Для пробы введите свой имейл. Информация для активации услуги отправлена на Ваш имейл. И ссылка для активации Вашего счета пользователя. Жми «Смотри». Продолжение следует...